А вы когда-нибудь слышали о машине, которая за день может передвинуть целую гору, нет? А как насчет танкера, который перевозит больше 200 миллионов бананов за один рейс? Тоже нет? Тогда это видео точно для вас. Сегодня я расскажу вам о самых мощных и гигантских машинах, которые существуют на нашей планете. Масштабные строительные и горнодобывающие проекты требуют не только специального оборудования, но и по-настоящему гигантской техники, способной справляться с огромными объемами работы. Встречайте самосвал Либхер Т-284, один из самых крупных карьерных самосвалов в мире. Этот гигант обладает впечатляющими размерами. Его высота более 8 метров, что сопоставимо с двухэтажным зданием, а ширина около 10 метров. Эти размеры делают его идеальным для транспортировки огромных объемов грунта, руды или других полезных ископаемых за один рейс. Однако не только его размеры внушают уважение. Либхер Т-284 может перевозить до 360 тонн груза за одну поездку, что эквивалентно весу примерно 60 африканских слонов. При этом сам грузовик весит сравнительно немного для своей категории – всего 240 тонн. Этот самосвал оснащен гибридной системой привода, которая сочетает дизельный двигатель и электрическую трансмиссию, что позволяет ему быть более экономичным и экологичным в использовании. Инженеры Либхер сделали все, чтобы машина могла справляться с самыми тяжелыми условиями работы, включая экстремальные температуры и неровные поверхности. Работа этого гиганта – это не просто транспортировка грузов. Он выполняет ключевую задачу в процессе добычи полезных ископаемых, помогая значительно сократить время и усилия, необходимые для перемещения огромных объемов материалов. Запуск ракеты в космос Запуск ракеты в космос – это не только зрелищное событие, но и сложная инженерная операция, требующая точности на каждом этапе. Но вы когда-нибудь задумывались, как эти массивные ракеты доставляют к месту старта? В этом НАСА использует уникальное решение – гигантские гусеничные транспортеры, которые играют ключевую роль в космической логистике. Эти гиганты, которые работают уже более полувека, являются настоящими рабочими лошадками – НАСА. Каждый транспортер весит, как целая сотня танков «Леопард», то есть около трех тысяч тонн. Но, несмотря на их огромный вес, эти машины могут перемещать груз с впечатляющей точностью. Гусеничные транспортеры двигаются очень медленно, со скоростью всего полтора километра в час под нагрузкой и три километра в час без груза. Но именно эта медлительность и плавность хода позволяют им транспортировать колоссальные объекты, такие как ракеты или пусковые установки. Грузоподъемность этих лошадок просто взрывает мозг. Каждый транспортер может перемещать до восьми тысяч тонн груза, что почти в три раза больше их собственного веса. История гусеничных транспортеров НАСА началась еще в далеком 1966 году, когда они впервые доставили ракету к стартовой площадке. Эти машины стали неотъемлемой частью программы «Аполлон» и многих других космических миссий, включая последние полеты шаттлов. В 2011 году транспортеры использовали для перемещения мобильной пусковой установки, но вскоре они могут вновь оказаться в центре внимания благодаря проекту «Артемида». Этот проект нацелен на возвращение человека на Луну, и гусеничные транспортеры снова могут сыграть важную роль в этом историческом событии. Морские грузоперевозки играют важнейшую роль в мировой экономике, обеспечивая доставку товаров по всему миру. И среди кораблей, бороздящих океаны, есть настоящие гиганты, такие как МСС Гулсон, один из крупнейших контейнеровозов на планете. Этот огромный корабль может похвастаться впечатляющими размерами. Его длина составляет 400 метров, что чуть больше высоты Empire State Building, а ширина — 62 метра. С такими габаритами МСС Гулсон способен перевозить более 23 тысяч контейнеров одновременно. Каждый контейнер, который он перевозит, имеет стандартные размеры. Длина — около 6 метров, ширина — 2,5 метра. Для наглядности. Если бы все контейнеры с одного рейса МСС Гулсон разместить на суше, то потребовался бы поезд длиной более 110 километров. Эти контейнеры могут быть загружены самыми разными товарами — от автомобилей до бытовой техники. Например, за один рейс корабль способен перевезти более 47 тысяч автомобилей или почти 3 миллиона стиральных машин. Несмотря на свои гигантские размеры, скорость корабля ограничена его грузоподъемностью. МСС Гулсон может развивать скорость до 21 узла, что эквивалентно примерно 40 километрам в час. Это не самый быстрый способ транспортировки. Но для судна такого масштаба главной задачей является доставка огромных объемов груза с максимальной эффективностью. Когда речь идет о гигантских автомобилях, которые привлекают внимание своим размером, трудно не упомянуть невероятную реплику легендарного Виллис Джип, принадлежащую шейху Хамаду бин Хамдан Аль Нахаяну. Этот джип не просто огромен. Он в четыре раза больше своего оригинала. Представьте стандартный Виллис Джип, а затем увеличьте его настолько, что человек рядом с ним выглядит как миниатюрная фигурка. Эта колоссальная копия настолько велика, что скорее напоминает экспонат из музея. Но несмотря на это, шейх уверяет, что она полностью функциональна и может передвигаться своим ходом. Эта удивительная машина попала в книгу рекордов Гиннеса как самый большой автомобиль на ходу в мире. Шейх Хамад, известный своей страстью к коллекционированию огромных транспортных средств, демонстрирует этот уникальный экземпляр в своем частном музее автомобилей, привлекая внимание автомобильных фанатов и любителей рекордов. Хотя цена этого гигантского джипа остается загадкой, эксперты утверждают, что одни только шины, каждая из которых весит тысячу килограмм, стоят около 40 тысяч долларов за штуку. Практическая польза такого автомобиля сомнительна, но в мире коллекционеров все дело в эффектности, а этот джип точно оставляет неизгладимое впечатление своей грандиозностью. Когда необходимо выполнить задачи, которые выходят за пределы человеческих возможностей, на помощь приходит карьерный экскаватор Hitachi EX-8006, одна из самых мощных и крупных машин для добычи полезных ископаемых в мире. Этот гигант высотой более 20 метров работает на карьерах, таких как угольный рудник в Мозамбике, выполняя колоссальные объемы работы, с которыми обычная техника не справится. Его огромный ковш способен поднимать за один раз более 77 тонн материала, что эквивалентно весу космического шаттла Indy War. Это позволяет экскаватору быстро и эффективно перемещать огромные массы породы, значительно ускоряя процессы добычи. Несмотря на свою силу, скорость у этого гиганта невелика – всего около 2 км в час, что делает его непригодным для быстрого перемещения. Тем не менее, его основная задача – это не скорость, а способность выдерживать и транспортировать огромные веса. Экскаватор весит около 800 тонн, что сравнимо с весом четырех статуй свободы. Чтобы поддерживать такую массу и груз, конструкция экскаватора разработана с учетом максимальной устойчивости и равновесия. Это настоящий монумент инженерной мощи, способный решать задачи, недоступные для обычной техники. Конвейерный мост F-60 – это настоящий гигант горнодобывающей техники. Его размеры настолько впечатляющие, что он напоминает лежащую на земле Эйфелеву башню. Его длина составляет более 500 метров, и он действительно длиннее высоты знаменитой Парижской башни, и когда-то использовался для перемещения вскрышных пород в процессе добычи полезных ископаемых. Этот мост был создан с одной целью – удалять огромные объемы земли и горной породы, чтобы обнажить угольные пласты, скрытые под поверхностью. На высоте 60 метров над землей располагалось основное режущее оборудование, что делает F-60 выше 18-этажного здания. Его транспортные ленты могли перемещать более миллиона кубических метров земли в час, что эквивалентно 55 тысячам тонн материала. Этот стальной колосс мог передвигаться по рельсовым путям, несмотря на свой вес почти в 14 тысяч тонн. Вся конструкция стояла на двухколесных шасси, которые обеспечивали медленное, но уверенное передвижение по руднику, перевозя и перерабатывая колоссальные объемы грунта. Хотя F-60 был выведен из эксплуатации почти 30 лет назад, его величие до сих пор вызывает восхищение. Он стал памятником инженерной мысли своего времени и важной частью истории горнодобывающей промышленности, символизируя масштаб и мощь технологий, которые использовались для достижения максимальной эффективности в добыче полезных ископаемых. На протяжении десятилетий титул крупнейших судов мира неизменно принадлежал нефтяным танкерам, и супертанкеры класса TI продолжают удерживать это первенство. Этот класс включает 4 гиганта – TI Africa, TI Asia, TI Oceania и TI Europe. Все они были построены в начале 2000-х годов. Каждое судно из этого класса обладает невероятной грузоподъемностью – 234 тысячи тонн. Это соответствует почти 111 миллионам галлонов нефти. Несмотря на свои гигантские размеры и впечатляющую грузоподъемность, танкеры класса TI не славятся высокой скоростью. Их максимальная скорость составляет 17 узлов, что примерно равно 30 километрам в час. Но скорость не является ключевой задачей для этих судов. Главная цель – доставить невероятные объемы нефти к месту назначения. И здесь тише едешь – дальше будешь. TI-танкеры по-прежнему остаются важным элементом мировой экономики, играя ключевую роль в поставках нефти по всему миру. Как доставить тысячи автомобилей из одной части света в другую? Ответ – гигантское судно «Хоих Таргет», созданное специально для транспортировки автомобилей. Это крупнейшее судно такого типа в мире, и его внушительные размеры поражают воображение. Длина судна составляет около 200 метров, ширина – 36 метров, а общая площадь его 14 палуб – невероятные 72 тысячи квадратных метров. Представьте, что на каждую палубу можно разместить два футбольных поля. Это дает представление о том, насколько велик этот корабль. «Хоих Таргет» может перевозить до 8,5 тысяч автомобилей за один рейс. Если представить, что каждый автомобиль имеет длину около 4,5 метров, то очередь из всех этих машин, ожидающих загрузки, растянулась бы на целых 40 километров. Этот гигант работает, перевозя новые автомобили по всему миру, обеспечивая автопроизводителям эффективную логистику. Судно имеет уникальную конструкцию, напоминающую футуристический транспорт, вроде Tesla Cybertruck, но его реальная миссия – перемещать тысячи автомобилей с одного континента на другой. «Хоич Таргет» является символом современных технологий в судостроении и транспортировке, благодаря своей вместительности и эффективному использованию пространства. Что-то я уплыл. Давайте вернемся на сушу. Компания ETF из Словении давно известна как производитель гигантской горнодобывающей техники, и их новая разработка – карьерный самосвал MT240 – обещает стать еще одной вершиной технологического прогресса. Этот гигант, который сейчас находится на этапе разработки, обладает впечатляющими размерами. Его высота превысит 7 метров, ширина составит около 7 метров, а длина достигнет более 20 метров. MT240 будет даже больше, чем БелАЗ 75710, который является крупнейшим карьерным самосвалом в мире. Но размер – не единственное, что делает технику ETF особенной. Грузоподъемность MT составляет 218 тонн, что, хоть и уступает БелАЗу, который способен перевозить до 500 тонн, все же представляет собой значительное достижение. Однако главные козыри MT240 спрятаны в его инновационных технических решениях. Во-первых, система разгрузки способна сбрасывать груз под углом в 90 градусов, что делает этот самосвал невероятно удобным для работы в узких или ограниченных пространствах, таких как горные дороги или небольшие карьеры. Во-вторых, уникальная колесная конструкция этого монстра позволяет ему с легкостью передвигаться по бездорожью, что значительно улучшает его маневренность и надежность. Эти особенности делают его серьезным конкурентом на рынке карьерных самосвалов. Если вам показались впечатляющими предыдущие гиганты техники, то Баггер-288 и его старший брат Баггер-293 перевернут ваше представление о масштабах инженерных конструкций. Это самые массивные представители роторных экскаваторов, техника, которая поражает не только своими размерами, но и способностями к добыче и перемещению земли в промышленных объемах. Баггер-288 – один из самых известных представителей этого класса. Он оснащен массивным колесом с 18 ковшами, каждый из которых может зачерпнуть 6,5 кубических метров грунта за один раз. За один рабочий день Баггер-288 способен перемещать колоссальные объемы земли до 380 тысяч тонн. Его работу можно сравнить с передвижением гор, что и делает его важным инструментом для горнодобывающих предприятий и в строительных проектах, требующих удаления огромных слоев грунта. Однако, несмотря на свои впечатляющие характеристики, 288-й – лишь младший брат по сравнению с 293-м. Этот раторный экскаватор признан самой большой и тяжелой наземной машиной в мире. Для работы такого гиганта требуется мощность в 17 мегаватт, а масса этого монстра составляет 15 тысяч тонн. Я думаю, он, этот экскаватор, способен в буквальном смысле сдвинуть гору, а его колоссальные размеры продолжают восхищать инженеров и зрителей по всему миру. Да уж, вся эта техника действительно впечатляет, но не так сильно, как зарплаты наших сотрудников. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!